Ребят, на сайте ClashKing можно приобрести много разных интересных товаров. К примеру, уже продаются аккаунты Brawl Stars. Пока еще неизвестно, когда будет релиз, но есть предположение, что скоро эта игра выйдет на Android. Поэтому продаются уже аккаунты с легендарками. Также продаются гемы в разном количестве по очень доступным ценам. Есть раздел с сундуками на разный вкус и цвет по разным ценам. Можете открывать у каждого сундука свое преимущество и процент выигрыша. И есть мини-игр, где вы играете с друг другом, ставите ставку. Такой же игрок, как и вы, к вам подключается и кто-то из вас побеждает и забирает весь приз. В общем, сайт очень интересный. То, что товары выдаются 100%, я вам гарантирую и лично пользуюсь этим сервисом. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Всем привет, дорогие зрители! Это новый выпуск по Clash Royale. Я продолжаю свою рубрику «Путь в чемпионы». Сегодня я хочу поиграть на своем основном аккаунте, покатать в глобале. Покажу сейчас колоды, которые я подготовил. И хотел вот сегодня зайти на 5200, но, видимо, еще рано. Но через пару дней я уже здесь буду. И цель моя, конечно, 5500. А вообще, идем мы в чемпионы. Ребят, в общем, нужна ваша поддержка. Давайте поставим на это видео 5000 лайков. Подпишитесь на канал. Я буду вам безумно благодарен, ребят. Ваша поддержка мне очень нужна. Я уже третий сезон пытаюсь опнуть 5500. Вы не представляете, как мне тяжело это дается. Поэтому не поленитесь. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Колода, ребят, выглядит следующим образом. Голем плюс спеллбейт плюс еще торнадо. Как вам, а? Такую колоду вы вряд ли где-то видели. Попробуем, что получится. И еще одну деку составил с Големом. Вот она. Поиграем и той, и другой. Посмотрим, какой больше мне понравится играть. Начнем. Давайте. Да, наверное, вот с этой колоды начнем. Надеюсь, вы уже лайк поставили. И предлагаю перейти в бой. Так. 13 уровень нам подбирается. Сэнд Сторм Италия. Ну, не знаю, не знаю. Уже страшно. Потому что суровые такие противники подбираются. С рекордом 5900, 5800. Так. Давайте сливать нам надо 2 карты. И ставить сборщик. Это, ребятки, походу, Мортира и Спеллбейт. Ну, в принципе, должен, должен его выиграть. Потому что у него нету ракеты. Вот. У меня достаточно карт, которые я его контрю. Единственное, что тут Мортира, конечно, будет напрягать. Блин, я еще... Вот помню же, что нет у него никаких карт, да, которые меня контрят. И все-таки поставил... Ой, нету карт, которые контрят мой сборщик. И поставил сборщик посередине. Да. Так. Что делаем сейчас? Я думаю, что подтянем Принцессу вот так вот. А теперь подождем его Шахтера. Я так и знал, что Шахтер будет именно на сборщик. Тут просто зап. И все. И теперь поставлю сборщик эликсира вот сюда. Мне надо как-то до двойного эликсира дожить. Не потерять много здоровья. Ну, и в конце, как всегда, пропушить. У него нету файра. У него нету ракет. У него нету поезда. Я надеюсь. У него есть, по идее, торнадо. Либо стрелы. Либо зап. Вот. Но файра, по-моему, у него нету. Так, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же я делаю? Голема поставил. А... Неправильно. Так, ладно. Дождемся уже трех мушкетеров. Сейчас, по идее, будет орда миньонов. Не знаю. Посмотрим. Давай быстрее. Эликсир копись. Блин. Ну, пропустил много урона. Да. Ничего страшного. Сейчас это все компенсируется хорошей контратакой. Готовим торнадо. Потому что сейчас, по идее, должны быть орда миньонов. Нету. 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 До сих пор нету. А вот уже есть. Так. Ну, уже поздно. Поздно он очнулся. Минус вышка. Еще бы было хорошо, если бы принцессу забрали. Отлично. Я поставлю еще один сборщик. Он нам пригодится. Так как еще целая минута до конца поединка. Давайте ставить голема вот так вот. Хорошо. Так. Теперь вот здесь орда миньонов. Блин. На принцессу прям сверху. Ну, ничего. Так. Так. Сейчас будет шахтер. Сейчас будет шахтер, по идее. Давайте зап. Тут у нас банда гоблинов. Эм. Хорошо. Готовим торнадо. Ну, и в принципе, это должна быть победа. И сейчас осталось выбросить трехмышковтеров. Не знаю. Может, мне так повезло, что противник подобрался. Эм. С колодой, которой я контра. Так. Трешечку заберем или нет? Не отдает. Жадный. Проиграл. И все равно трешку не отдает. Но я забрал. Я забрал. Три звезды. Отлично. Мне понравилось. Прикольно. Возможно, все три онлайн-атаки будут именно с этой колодой. Ну, давайте до поражения. Если проиграю, возьму другую колоду. Хотя я и второй колодой с големом неопытен. Поэтому посмотрим. Поехали. Поехали еще в один бой. Мне нравится. Прикольно. Так. Рэдбул. Тринадцатый уровень. Давай, выбрасывай Хога. Мне кажется просто, что либо с Мортирой, либо с Хогом. Тут два варианта игры. Вау. А вот это что-то новенькое. Поставим сборщик. Так. Блин, Core Geek что ли? Без понятия даже. Пока мы пропускаем. Пропускаем. Я даже не знаю. Давайте трех мушкетеров. Там уже по идее у него должно быть 10 эликсира. Они как раз, смотрите, как разделились. Хорошо. Мы забрали печку и что-то противник застыл. Ага. Торнадо, блин. Пека. Так. Пеку мы забрали, да? Может в самое время поставить колема? Ну, по идее, логично было бы. Давайте ставить. Сборщика у нас в следующей карте нету. Пеку он потратил. Поэтому поехали. Он нам... У него колода, честно, по большей части контрит нас. Потому что печка отвлекает. Нашего голема плюс пека наносит просто бешеный урон. Поэтому небольшая нам контра. Ну, будем вывозить за счет его ошибок, надеюсь. Так, поехали. Орда миньонов полетела. Посмотрим, что он... Блин, ну как назло есть стрелы. Ну, блин. Закон подлости. Возьмешь орду миньонов, противника будут стрелы. Ставим еще один сборщик. Так, хорошо. Что сейчас? Что сейчас? Я не знаю, какие у него там спылы. Есть у него чем контрить моих трех мушкетеров. Но у меня нету выбора, как только выбросить их. Так, мне бы на зап эликсир. Вот так вот. Отлично. Зап. И забрали пеку. Так. Смотрим, что будет дальше. Быстренько забираем сейчас печку. И фаер, да? В принципе, хорошо. И мега муху забрали. Отлично. Так. Ну, все равно. Все равно у него уже, думаю, пека будет. Откатился он. Ладно, ждем. Выбрасываем. Вау. Это хок еще. Так, отлично. Еще слил бревно. Я выбросил орду миньонов. Так, отлично. Ну, видим, да? Что ему, он нам контра. У него есть все. Фаер, стрелы, пека. На любую мою карту у него есть, так скажем, ответ. Сейчас полетит фаер. Я не так просто сплитнул мушкетеров. Ошибочка вышла. Так. Давайте. Ну, я орду миньонов не знаю, как выбросить, блин. Лучше. Ну, давайте вот так. Но стрелы все равно, они попадают по всем миньонам. Окей. Ставим еще одного голема. А, смотрите, мы неплохо еще справа нанесли урон. Если бы я еще не тупил, я бы уже, наверное, забрал его. Пышку. Так, хорошо. Давайте банда гоблинов. Окей. Так. А что-то мне подсказывает, что я здесь не выиграю, ребят. Что-то мне подсказывает. Давайте сплит мушкетеров вот таким вот образом. Тарана не хватает, знаете. Так и хочется кинуть таран. Фаербол летит направо, поэтому... Орда миньонов плюс мушкетер, давай плюс зап. И победа. Фух. Я уже думал проиграю, серьезно. Точнее, ничья будет. Хотя там и проиграть можно было. Так. Давайте посмотрим на рекорд противника. Рекорд у него 5200. Ну, слабенький, слабенький. Блин, ну не знаю, стоит ли менять сейчас колоду. Потому что так хорошо иду. Ну, давайте сыграем. Надеюсь, не проиграю. И завершим выпуск на веселой ноте. Поехали. Следующий противник. Как долго стало подбирать противников? Что в глобале, что в испытании. Не знаю, как у вас. А вот я вот постоянно сижу и могу так секунд 10 сидеть ждать. Раньше моментально. Так. Удачи, удачи. Я вот ненавижу, когда противник шлет такие эмодзи. И вот не было у меня такого поединка, чтобы противник вот что-то не сказал, да, за весь бой. Ну, точнее, эмоцию там не послал. Давайте его заблокируем. Хотя от предыдущей вроде бы молчал. Так, 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 так. Вау, спеллбейт. Спеллбейт. И у меня нету запах. Как хорошо, цикл. Я тебя люблю просто. Отличный цикл карт. Замечательно. Так, ладно. Блин, бандитка хоть тычку нанесет. А, нет, конечно. Ай, блин. И что же делать сейчас? Сборчик только следующая карта. Давайте выбросим ночную ведьму. И он, как назло, сейчас пойдет хогом справа. Пламенный. Вау. Ну, давайте поставим сборчик эликсира. Приготовим мини-пеку. Ну, у нас уже есть зап, есть поизон. Поэтому, в принципе, в принципе, должен его задефать. Так, ну, вроде дефаемся, да? По идее, да. Зап. Блин, зап не убивает, не убивает бочку с гоблинами. Так, ну, забираем пламенного. Нам надо еще бы какую-то карту слить. И он сейчас будет чем-то контрить мегамуху. Я что-то кину в ответ и поставлю еще один сборщик. Он не контрит мегамуху? Ну, блин, ну что ты такой зануда? Так, ладно. Сливаем бандитку и ставим сборщики эликсира. Так. Значит, хог плюс спеллбейт. Угу. Что же нам выбросить? Я думаю, что ночную ведьму. В самый раз. Давайте ночную ведьму. Давай, давай, мышей, мышей быстрей. Блин. Походу, а нет, нет, нет. Ведьма будет жить. Ведьма живет. Живи ведьма. Отлично, ведьма живет. Так. Давайте так делать. Мегаминьона. Зап так не хочется тратить. Не знаю, придется, наверное. А нет, не придется. Зап мы потратим на гоблинскую бочку. Зап. Слушайте, а у него колода не спеллбейт, а запбейт. Вы просто посмотрите. Пламенный дракон. Бочка с гоблинами. Банда гоблинов. Что там еще? Орда миньонов. Еще армию скелетов и полный комплект. Так. Ну, давайте. Ой, он сейчас Хога, конечно, кинул на произвол судьбы, да? Ой, еще фаером всех моих юнитов, блин, задел. Так, тут у нас яд. Яд, хорошо. Это хорошо работает против его колоды. Блин, но все равно всех моих юнитов уничтожил. Но две мыши выжило. И мы еще зап... Кривой кинули. Блин, я, ребята, эту катку солью. Вы уж меня извините. Я затупил. Хотя, не знаю, где я затупил. Ну, где-то затупил, однозначно. Но он добьет. Блин, да, добьет. И эту катку я сливаю. Слушайте, хочу еще раз. Хочу еще раз сыграть. Меня немножко так пригорело, что я ему проиграл. Блин, а где же я затупил? Надо будет пересмотреть на видео. Так идеально шел. 5900. Блин. Может, из-за того, что... Если бы я ровно использовал зап на орду миньонов, может быть, выжили вот эти две летучие мыши. И, возможно, бы вышку я забрал. Вот. Блин, ну обидно. Я вот сколько юнитов такую пуш-комбинацию подготовил. Он все фаерболами, стрелами забрал. Блин. Ненавижу, когда нету сборщика в начале цикла. Ну ладно, тогда ждем. Ждем в ход от противника. А он, я так вижу, не собирается атаковать нас. Эх, блин. Ну если будет это длиться до времени двойного эликсира, то, естественно, я этот момент ускорю. Наконец-то противник совершил какие-то действия и выбросил варваров. Сплит. Блин. Варваров я всегда недолюбливал. И играть с ними не хотел, и против них играть не люблю. Потому что, ну блин, ну как они тоже контрят Голема, Хога. Все подряд. Что выбросить? Мини-пеку давайте выбросим. Блин, что за цикл? Господи. Зап, зап, тратить, не тратить. Не буду тратить зап. Не буду тратить зап. Так, что это у него за колода такая? Варвары, банда гоблина, влучницы и рыцарь. С Хогом, что ли? С Хогом, с кладбищем? Или с чем у тебя колода? Блин, признавайся. Так, я так понимаю, что он оттачит слева нас. Поэтому мы также будем оттачить слева. Поехали. Голем пошел. Так, если кладбище, в принципе, тогда нельзя тратить яд. Интересные варвары. Да, это кладбище. Так. Нужен срочно яд. Нужен срочно яд. Побрасываем яд. Спокойно дефаемся. Ух ты, пушку он поставил, конечно, странно. Но у меня не хватило эликсира, чтобы задефать ее сразу. Точнее, уничтожить. Так, смотрим. Блин, ну, по мышам. Оттачит моя... Не моя, а вражеская вышка. Это плохо. Но, смотрите, сколько юнита выживает. И пока яд их съест, мы заберем вышку. Найс. Найс. Отлично. Отлично. Контратак. Оставим сборщик эликсира. Так. 57 секунд до конца боя. Нам надо крутиться срочно до Пойзона. Срочно надо крутиться. Так, у нас следующий... А, вот уже Пойзон. Хорошо. Так, что теперь делать? Не, слушайте, ребят. Нельзя мне сейчас переходить на правую сторону. Нужно оттачить именно по этой стороне. Поэтому я выброшу голема слева. Так, варвары. Окей, здесь у нас яд. Здесь у нас мега миньон. Здесь у нас бандитка. Вообще, 0 урона я должен получить. Потому что я... Блин, яд вроде кинул ровно. Но все равно урон небольшой прошел. Но, вряд ли он успеет забрать мою вышку. Осталось 19 секунд. Мне нужно снова прокрутиться до Пойзона. И, в принципе, все. Изи. Изи, бро. Жалко, конечно, что предыдущий бой проиграл. Но, ничего страшного. Этот бой компенсировал мое поражение. Выбрасываем яд. И все. Хотя, смотрите, урон проходит. Наверное, кривой яд. Из-за этого телетики успевают нанести урон. Все, ребят. На этом буду выпуск завершать. Я вам показал сегодня две колоды с големом. Какую брать вам, решать. Опять же, вам. Делайте выводы. Но мне понравилась вот эта колода Spellbait. Плюс Тарната с тремомушкетерами. С мини-пекой прикольная дека. Но я ее уже показывал до этого. Какая из них дека лучше, я, честно сказать, не могу. Обе колоды хороши по-своему, да. Разная стоимость эликсира. Это, конечно, подороже. Но и вот эта стоимость, она оправдывается. Потому что тут тремушкетера есть. Можете взять Таран вместо Торнадо. Как хотите. На этом я буду заканчивать этот выпуск. Ребята, поддержите, чтобы я дошел до 5500 в этом сезоне. Следующий выпуск будет уже на 5200. Я вам обещаю, приходите на мои стримы. Пишите колоды, которые хотите видеть в моих роликах. На этом я буду завершать. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем удачи. До новых встреч. И всем, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok